Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Тарасов Юрий Владимирович, я ведущий специалист компании Электромб. Мы уже почти 10 лет занимаемся экономией электроэнергии. Наше устройство позволяет при установке на вводе на все помещение с любым счетчиком экономить в районе 30%. А если у вас стоит счетчик Меркурия 230, РТ, трехфазный прямого включения, то можно экономить с нашим комплектом оборудования и до 70%. Вот последний момент я сегодня хотел и прокомментировать. Дело в том, что у нас большинство таких устройств для экономии до 70% заказывают люди, которые занимаются майнингом. Ну и некоторые заказывают для котлов трехфазных, когда отапливают дома, коттеджи, в них большое потребление естественно. И вот для них как раз наш комплект оборудования и подходит, для экономии до 70%. Но здесь возникает некоторый нюанс. Дело в том, что чем больше вы хотите сэкономить электроэнергии, тем больше приходится вкладываться в оборудование. А наше оборудование для этих целей состоит из следующих элементов. Это радиантный мим по одному в разрыв каждой фазы и батареи конденсаторов, от которой питаются все ваши нагрузки и которые минимизатор заряжает до сетевого напряжения. На конденсаторах образуется постоянное напряжение, питаются нагрузки постоянным током. Таким током могут питаться практически большинство нашей техники в современной доме. Это современные телевизоры, это все виды компьютеров, зарядников, блоков питания, можно электроинструмент напрямую включать. В общем, те устройства, которые содержат импульсные источники питания. Это сейчас современные СВЧ-печи, и холодильники инверторные, и кондиционеры инверторные. Их можно питать прямо напрямую от этой батареи конденсаторов. Есть, конечно, более старые модели, которые критичны к питающему напряжению, а именно к переменному. Это холодильники, даже выключатели освещения критичны к постоянному току, потому что при размыкании образуется достаточно большая искра, могут подгореть контакты. Поэтому мы рекомендуем, чтобы не подбирать какой-то комплект оборудования, то есть те виды оборудования, которые будут работать напрямую, а ставить инвертор просто-напросто. И от инвертора запитывать уже все нагрузки помещения. Но, как вы понимаете, инверторы большинство однофазные, а наш трехфазный счетчик, к нему подключен трехфазный минимизатор мощности, и получается батареи конденсаторов тоже трехфазные. То есть на каждой фазе своя батарея конденсаторов. Так вот мы решили объединить все эти устройства в единое целое. То есть мы собрали трехфазный радиантный МИМ по схеме однополупериодного выпрямителя регулируемого, и с трехфаз перемены напряжения вы получаете одну фазу на 220 вольт, постоянного тока, постоянного напряжения. То есть вам достаточно поставить трехфазный МИМ на вводе после счетчика. После нашего минимизатора можете сразу включать батарею конденсаторов единую на все три фазы. То есть на выходе нашего минимизатора только фаза и ноль. Но, как правило, это не фаза ноль, а плюс и минус. Плюс у нас это отдельный провод, а минус это обычный нулевой провод, который у вас идет по дому, по сетевому. То есть ничего менять не приходится. В итоге у нас в наш минимизатор входят три провода, это три фазы, а выходит только один провод, минусовой. То есть на нулевой шине. Таким образом, у вас всего лишь будет минусовой провод и обычный ноль у вас вашего дома. Но к этому плюсу и минусу надо подключить инвертор и подключить к нему все нагрузки в вашем доме уже однофазные Но большинство у нас однофазные есть Если котел трехфазный, то он тоже переводится на одну фазу и питается от единого инвертора, который у вас стоит практически на вводе на все помещения Вы питаете от этого инвертора, все обычные нагрузки ничего не переделывают Единственное, что если вы 5 кВт нагрузки включаете, то есть в районе 4,5 кВт, вам ничего менять не придется Если у вас стоит счетчик Меркурий 230-й 0,1СН или 0,2СН, 0,1СН это до 60А, 0,2СН до 100А То вам практически ничего не придется менять, добавить только батареи конденсаторов и инвертор и все А если вы хотите получить до 15 кВт по разрешенному мощности 5 кВт на фазу То придется конечно поставить именно счетчик Меркурий 230-й РТ 0,2СН до 100А Входной автомат поменять на автомат до 100А Или поставить рубильник После счетчика поставить предохранительный автомат также на 100А перед нашим минимизатором Ну и естественно сечение провода должно быть соответствовать току, пройденным по 100А То есть 100А это 10 квадратов сечения жилы провода Который будет идти через счетчик, через минимизатор и батареи конденсаторов И все, дальше у вас отпадет обычная проводка Вот сейчас я вам покажу как выглядит этот трехфазный выпрямитель радиантного типа и как он работает Давайте смотреть Вот наш трехфазный выпрямитель радиантного типа Здесь стоит три радиантных модуля На которые подается отдельно каждая фаза А на выходе фазы уже выходит минусовая шина А плюс берется с корпуса Вот с обычной шины Вот с этой Красный провод Здесь у нас включена обычная розеточка Удлинительная на 6 гнезд И она как раз с красным проводом включена к минусовой шине и к корпусу То есть к минусу И нейтральный провод от кабеля Четырехжильного тоже подключен к корпусу, к минусу Здесь стоит на выходе батарея конденсаторов Есть четырех конденсаторов Один на 100 микрофарад Другой на 90 и два по 60 микрофарад Ну давайте я включу и покажу вам Вентилятор стоит просто на вводе Он сразу подключен к одной из фаз кабеля До минимизаторов Так как корпус маленький, для охлаждения просто-напросто Кабель тяжело запихивать Вот вентилятор будет постоянно работать Но он потребляет все на все Максимум, если я не ошибаюсь Сейчас посмотрю по коробке Так 14 ватт просто-напросто Вот 14 ватт потребляет вентилятор Все на все То есть при экономии до 70% Это практически нет ничто Он постоянно работает Будет обдувать наши минимизаторы Потому что ток через них проходит достаточно большой До 100 ампер Ну и как бы экономии места Просто у нас ящик металлический У него выходные отверстия для вентиляции Практически больше здесь ничего не требуется Вот при работе на конденсатор Больше ничего не происходит Но если мы включаем нашу нагрузку Вот у нас в виде чайника киловаттная нагрузка То ток реактивный с каждого конденсатора Ведь как было Если мы включали в одну фазу на киловатт нагрузки Был ток до 20 ампер на фазу То в этом случае этот ток распределяется на 3 фазы Я вам сейчас это Вот у нас заработало все 3 фазы То есть от единой нагрузки в виде киловаттного чайника однофазного Сразу нагружает 3 фазы И смотрим по счетчику Кстати ампераж по амперметру вот такой Обратите внимание Это порядка 11,5 ампер То есть все 3 фазы нагружены То есть раньше было до 20 ампер реактивки на фазу А сейчас они все распределились по всем 3 фазам И нагрузка И счетчик у нас показывает соответствующее Вот суммарные 379 ватт Первая фаза 143 ватта Вторая 128 ватта Третья 107 ватт Но на первой фазе у нас еще освещение висит Поэтому на ней немножко больше Все Все Суммарные у нас по 3 фазы вместе с Восхиватным освещением светодиодным Вот порядка 370 с лишним ватт 3 киловаттные нагрузки Все 3 фазы работают Поэтому здесь Чтобы подключить нагрузку больше мощности Достаточно просто увеличить количество конденсаторов И включать нагрузку соответствующую Напряжение у нас нормальное 20 Вот 220 вольт Чайник у нас закипает То есть достаточно просто увеличить количество конденсаторов И включать более мощную нагрузку И все В отсутствии естественно нагрузки Эта система не включается И ничего не потребляет Что очень выгодно То есть сама нагрузка подстраивается под потребление Естественно в соотношении В соотношении до 70% экономии С металлопленочными Это наверное скорее всего металлопропиленовые конденсаторы Они работают самым наилучшим образом Вот таким образом Вот в таком плане В таком разрезе друзья мои Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Заходите на наш сайт Он в описании под каждым видео Там у нас каталог Заказывайте Оплачивайте Все удовления вам придут Отправляем в любую страну бесплатно И не забывайте нас Так что ждем вас Всего доброго До новых встреч Ну здравствуйте дорогие друзья Я Тарас Юрий Владимирович Ведущий специалист компании «Электромб» Почти 10 лет занимаемся экономией электроэнергии Наше устройство позволяет Плюс на вводе Экономить в районе 30% С любыми счетчиками Перед всеми смешанными нагрузками в помещении А если у вас Меркурий 230 АРТ То и с комплектом оборудования Можно экономить и до 70% Обычно это кто занимается майнингом Или какие-то большие потребляющие нагрузки ТН выставит На законных основаниях Потому что мы используем Составляющие реактивных нагрузок И для управления потреблением тока И как генератор реактивной мощности То есть загоняем электричество обратно в сеть Что по закону мы не платим Не должны платить с 2004 года Так вот сегодня я хотел Сколько-то нюансов Рассказать Вот в предыдущих видео Я разместил Радиантный минимизатор Трехфазный Который три фазы сводит в одну фазу Постоянного тока и напряжения Не знаю Там звук есть или нет Слышит меня или нет Но потом разберемся Если что Так вот такие нюансы То есть три фазы переменного напряжения Полупериодный управляемый выпрямитель Сводит в постоянный ток Постоянное напряжение И мы получаем 220 вольт Постоянного напряжения Постоянного тока Для питания всех источников Всех нагрузок Которые имеют импульсные источники питания Напрямую Они для этого рассчитаны Это могут быть индукторные печи Компьютеры Кто занимается майнингом Ну что у нас там импульсного есть СВЧ печки Холодильники Есть компания LG Допустим Телевизоры все Можно питать все напрямую Лампочки энергосберегающие Светодиодные и так далее Единственное что Постоянного тока не любят Это контактная группа Включатель-выключатель Потому что там искра Намного больше Чем при коммутации Переменного напряжения Ну и старого типа нагрузки Это старые холодильники С асинхронным электродвигателем Компрессором Или насосы Тоже асинхронники Они Постоянный ток Постоянный ток не работают Поэтому для них Нужен преобразователь А лучше всего Просто поставить Единый преобразователь На все нагрузки помещения И просто питаться Переменным напряжением С идеальной сидусоидой 220 вольт При запитке от постоянного Тока от постоянного напряжения То есть ничего менять не надо Так вот Такой нюанс при этом получается Получается Экономия в оборудовании Во-первых цена остается Такая же Как радиантный мим Но количество конденсаторов Мы уменьшаем Я значит там поколдовал Немножко с этим устройством Получается так Что когда мы три фазы Сводим в одну фазу Плюс-минус Конденсаторов нужно Из расчета Минимальной 100 микрофарад На киловатт нагрузки Это минимальная емкость Причем надо иметь ввиду Что будет Порядка 50% экономии В этом случае Напряжение будет В районе 200 вольт На нагрузке Если мы добавляем 150 микрофарад На киловатт нагрузки То мы получим В районе 220 вольт Экономия будет В районе 60-65% Можно и больше увеличить В районе до 250 микрофарад Но здесь надо учитывать То что Конденсаторы при большом количестве Они же тоже не идеальные И у них КПД не 100% Они тоже являются потребителем Небольшой части Как активные потребители Поэтому чем больше Конденсаторов мы ставим Тем эта активность Составляющая накапливается Поэтому в этом случае Надо рационально подходить И соотношение Оптимальной емкости Конденсаторов К номинальной мощности Нагрузки Еще какой нюанс Если вы включаете 100 микрофарадный Конденсатор И включаете Допустим ТЭН Нагрузку То это вполне достаточно Все запускается Все греется Напряжение района 200 вольт Экономия 50% Если вы включаете Допустим Индукторную плитку Вот как я включал Или импульсный блок питания То им этой емкости Недостаточно Можно поставить на 150 микрофарад Они будут прекрасно запускаться Или можно Просто-напросто Если у вас есть 100 микрофарадный Включить параллельно Лампочку накаления Ватт на 60 Тогда это будет Как стартовым устройством И Ваш импульсный источник питания Вот допустим Индукторная плита Будет так же запускаться То есть Комбинация Активной нагрузки В виде лампочки И емкостной нагрузки В виде конденсатора Это вот нюансы Запуска импульсного источника питания А так вообще Средняя емкость Это 150 микрофарад На киловатт нагрузки Вполне достаточно Для всех нагрузок Для всех тип нагрузок Получается Что допустим На 5 киловатт нагрузки Для вашего майнинга Допустим Достаточно всего лишь 5 конденсаторов То есть На 15 киловатт 15 конденсаторов Вполне достаточно Здесь Пропорциональность Емкости Немножко иная То есть Ее немножко меньше надо Чем мы При включении одной фазы У нас На 200 При 220 вольт входящих Мы получали 3-4 конденсатора На киловатт нагрузки Это порядка 350-450 микрофарад На киловатт То когда мы Три фазы сводим В одну фазу Мы получаем всего лишь 100-150 микрофарад На киловатт Это уже Значительная экономия Ну Правда в совокупности Конечно Если все 15 киловатт Нагружать на одну фазу Токи вырастут Естественно Но В принципе Овчинки выдавилки Стоит Потому что По каждой фазе Допустим По максимуму Будет идти по 100 ампер И в наш И в ваш Конденсатор Будет идти 100 ампер Всего лишь Тем же проводом Пустите просто-напросто И через минимизатор До конденсаторов И после Через 0 Просто-напросто Ну и счетчик поставить Соответствующий Рубильничек поставить В принципе Большой разницы нет Но экономить существенно По количеству Конденсаторов Они тоже Стоят довольно Хороших денег В принципе все Инвертор потом Можете ставить Спокойно После конденсатора Подключать И включать конвертор Любые нагрузки То есть 220 По стоянке 220 переменки Там Многие конторы Рекламируют Свои Эти замечательные девайсы В виде преобразователя Еще какой нюанс Интересный Получается Выявился В таком ситуации Если конденсатор Не ставить У вас же все равно 220 вольт будет То есть Ставите вы конденсаторы С нагрузкой У вас также будет 220-240 вольт В зависимости От Емкости конденсатора То есть Надо плавать Где-то районе От 200 до 240 вольт Даже Под маленькой нагрузкой Если конденсатор Не ставите У вас все равно Будет такое же напряжение Районе 220 вольт Плюс-минус туда-сюда Но в этом случае Если без конденсаторов Ставить Индукторная плита И импульсный блок питания Запускаться не будут Как я понял Маленькой мощности Им обязательно Надо минимально Хотя бы 100 микрофарат Воткнуть Или там Балластную Такую лампочку Разрядную Для конденсатора Ну а для остальных нагрузок Допустим Теновый нагруз Когда включаете Что удивительно Без конденсаторов Мощность вашей нагрузки Увеличится на 30% Можно, да AR-01 Подходит, по-моему AR-ART Они подходят Первый Это Насколько я понял До 60 Ампер Можно нагружать Вполне подойдет Главное Чтобы он не был AR-ART-2 Насколько я понял По описанию В каталоге Производителя AR-ART-2 Если сразу Не AR-ART-02 Допустим Или 0-1 А AR-ART-2 Сразу Они Двунаправленные То есть они меряют И входящий ток И исходящий ток Если нет такого То можете спокойно Смотреть Насколько я смотрел AR- В каталоге Они точно такие же Как AR-ART У них там Интерфейс обменяется Передача данных Туда сюда Попроще И так далее Конструктивно Они по-моему Одинаково устроены Вот Так что я говорил Значит Если вы включаете Нагрузку Без конденсаторов То мощность Нагрузки У вас увеличится На 30% То есть если вы 3-х киловаттник Включите В цепь постоянного тока То тепла Будет выделяться Как 4 киловатта На этом тене Вот что интересно Это актуально Для тех У кого пониженное напряжение И что интересно Если включать Маленькую нагрузку Ну допустим 60-ваттную лампочку Включили У вас напряжение Упадет до 200 вольт Там 190 вольт 200 вольт Но по мере увеличения Мощности нагрузки Напряжение будет Автоматически подниматься С киловаттником Будет там 205-208 напряжение Там с 2-х киловаттником Будет там 220-222 вольта Там с 3-х киловаттником Будет 240 вольт И все Там больше предела Больше не может быть Это район 245-242 вольт Вот так вот Вот это плавающая составляющая На есть Это когда вы включаете Без конденсатора При этом мощность На ваших нагрузках Увеличится То есть тепла Отдаваться будет больше Ну естественно потребление Тоже будет больше Поддача тепла Но это актуально тем У кого пониженное Сетевое напряжение Им тепла допустим Не хватает Для тех же теплых полов И всего прочего Правда через инвертор Если его включать Это не актуально Потому что инвертор Автоматически подстраивает Свою мощность Под нужные характеристики И так далее И все это будет стабилизировано И стабильно А так вот Если напрямую включать То вот интересный эффект Увеличение Отдаваемой мощности С фиксированной нагрузкой Вот порядка на 30% И напряжение будет плавать Плавно там От 200 вольт До 240 вольт Без моргания Без всего Вот особенно Лампочки накален Когда стоят Если стоит Энергосберегающую лампочку Допустим Артутную Вы поставили Там ватную 15 Она при 198 вольт Немножко подмигивать будет Но если вы включаете Даже 15 ватную лампочку Накаливания Моргания всякой пропадает Все говорит ровно Нормально Ярко Вполне достаточно Соответственно Своему напряжению Просто Вот такая плавающая Фигня интересная Она в принципе Как раз подпадает Под тот режим Который у нас стоит Когда мы ставим Просто обычный минимизатор На вводе Перед всеми нагрузками В помещении И в зависимости Какая мощность нагрузки Включается Напряжение Соответствующе Будет плавать У нас при Однофазном включении Перед всеми смешанными нагрузками Допускается Там плавание В районе Ну 3-5 вольта То есть Когда мы добиваемся Красной нити накала Чтобы все работало стабильно А вот в режиме Постоянного тока Она плавать будет Пошире То есть Порядка там От 200 вольт От 240 До 45 вольт Вот так В этом плане На холостом ходу Конечно напряжение Будет больше Там 250-270 Но она никак не влияет Это какой-то Знаете Гармоники сверху Накладываются на конденсатор Я даже включаю 15-ваттную лампочку Или там энергосберегающую Лампочку включаю Самую маленькую Она ничего не перегорает Прекрасно работает Напряжение моментально падает То есть Действующее значение напряжения Оно сетевое То есть Три фазы 380 мы подключаем К этому нашему Управляемому радиатному МИМу Трехфазному На выходе получаем Одну фазу Плюс-минус В 220 вольт В зависимости от мощности Нагрузки Она будет плавать От 200 вольт До 242 вольт Допустим 45 вольт Чем мощнее нагрузка Тем напряжение повышается Мощность отдается больше Цепло отдается больше И так далее Ну если вы включаете инвертор Допустим Это не актуально Она будет стабилизироваться Стабильно выдавать нужные параметры Но когда вы включаете конденсаторы Естественно экономия будет С минимальным количеством конденсаторов 100 микрофарад на киловатт Это будет 50% 150 микрофарад на киловатт Это будет порядка 60-65% Вот Ну это варьируется От характера нагрузки Теновый там Или импульсный Для импульсных источников питания Ну в целом Где-то порядка От 50 до 70% Оно варьируется В зависимости от емкости инвертор Но здесь надо учитывать Чем вы больше емкости инвертор включаете Тем больше реактивных токов получаете Естественно нагружается на сеть Да Сначала мим Потом Кондер параллельно нагрузки включается То есть в данном случае У нас мим Вот в трехфазной Он не обычный мим А радиатный мим То есть Это из трех радиатных мимов Получается трехфазный Выпрямитель полупериодный То есть он на выходе Выдает постоянный ток А обычный мим На выходе дает переменный ток Переменные напряжения Поэтому они разные А здесь выдают постоянный ток Уже с постоянным током Можно запитывать Различные нагрузки Вот И через инвертор Без проблем включаете И пользуюсь сколько угодно долго Ну в принципе все Треск там Тоже практически не слыхать Там Как обычно При включении Обычного радиатного мима С батареи конденсаторов Тоже с маленькой нагрузки Будет подмигивать Мигать допустим Инвертор тоже не актуально Потому что напряжение Практически стабильное Придело там 200-240 вольт Нормально Они там до 300 вольта И с лишним Выдерживают Перепад напряжения По входу Потому что это не актуально Потому что можете ставить сразу Трехфазный вот этот Радиантный мим В одну фазу В одну фазу потом включается Сразу же Конденсатор Батареи конденсатора По минимуму можете там 100 микрофарат на киловатт Вполне достаточно думаю И к нему сразу инвертор Или там майнинг ваши Компьютеры Все что угодно Чем удобно Чтобы количество конденсаторов Если уменьшается Стоимость уменьшается Стабильность вырастает Токи везде будут одинаковые Единственное что Провод надо ставить Хороший в районе 10 квадратов Чтобы 100 ам пропускал В Меркурии 230 АРТ Там 0,2 желательно ставить Он тоже до 100 ам Чтобы пропускал Все это дело Автомат Рубильник поставить До счетчика Чтобы он не вышибал А после счетчика Поставить обычный автомат Для безопасности В случае чего Чтобы он выключился Ну и все в принципе Все нагрузки Можете запитать сразу Через инвертор Вот в принципе все Я что хотел озвучить То есть здесь Интересная фишка Что можно запитываться И при низком значении напряжения То есть когда Зимой допустим Сильно проседает сеть А вы получаете Стабильное напряжение Высокое И мощность увеличить Обогревы И переходить Такой в радиатный Энергосберегающий режим Можно сделать даже так Допустим Вы включаете Допустим 3 киловатта У вас работает В режиме экономии энергии Допустим 50-60 процентов Но вдруг у вас мороз на улице Сильный Вы хотите тепла больше И вы просто включаете Еще 2 киловатта Он у вас уходит С режима энергосбережения В режим максимальной мощности Экономия уменьшается Допустим До 10-20 процентов А вы получаете Максимальную мощность Тепла У вас в помещении Потом чуть потеплело Вы лишнюю нагрузку Просто выключаете И у вас опять возвращается К 50-60 процентной экономии И вы также продолжаете экономить То есть практически Ничего делать не надо Просто или увеличить нагрузку Или уменьшить нагрузку Просто на пуск И все А если у вас автоматически Включается и выключается То она будет периодически То подскакивает Экономия до 70 процентов А то уменьшается На 10-20 процентов Максимальной мощности Получения удовольствия От тепла От обрела И все остальное От майнинга допустим И все остальное Ну таким образом Мы получается Перешли от простого К сложного И вернулись опять К простому Что обычно так и бывает Работаем по синусоиде Полоса белая Полоса черная То вверх То вниз И получается Каждый шажок Нам дает Более лучший эффект Все что происходит Все что к лучшему Так что Минимальными затратами Получаем максимальный результат Мне тут на днях Скинули ссылочку На степановский вариант Этот наш Я его еще студент Степанов зову Посмотрел там видео Как он там доставляет Ну если честно Он как был студентом Так студентом и остался Ездит там по Германии По Японии По Новозеландии И так далее Причем Что интересно Там фотки размещал Они там внимательно Смотрят Изучают И все на этом Потому что Они его раскусили И наверное Прогнали оттуда Написто вежливо Попросили Потому что Они видят то Что наш дорогой Уважаемый Студент Степанов Не замещал У себя на родине Поэтому у него Также используются Все Меркурии Он на Меркуриях работает Вот Но единственное Что Я от него Как бы информацию Такую поимел Что он Не только наши Меркурии Использует Которые мы рекламируем Допустим Но мы не рекламируем Мы советуем просто Потому что они Ну и лучшим образом Работают Меркурии ДС-30 РТ Но и другие Меркурии Допустим Таким на Демреечку Но он их пускает Меркурий-230 Допустим Он же со встроенным Трансформатором тока А что это значит Когда у нас реактивка Направляется обратно в сеть Получается всплеск напряжения Естественно И тока Всплеск тока напряжения Дается всплеск напряжения На приборной обмотке Которая подключена к счетчику Который счетчик это учитывает Какой ток прошел через шину И какое напряжение То есть 100 на 5 Значит на выходе 5 вольт Если мы 100 ампер Попускаем на выходе 5 вольт При нормальном напряжении Но когда мы делаем допустим 400 герц В случае конденсатора допустим Или там даже не важна частота 400 герц А важна амплитуда И короткий всплеск Вот этот короткий всплеск Он как раз дает параметры всплеска Как при допустим 400 герц И вот этот всплеск Дает всплеск на этой 5 вольтовой обмотке Которая подключена к счетчику И счетчик ее как может позиционировать Как всплеск по напряжению Или потока То есть выше критического уровня Возможно Но это при том Что мы реактивку направляем в сеть За что мы не платим Но естественно счетчик все это учитывает Другие Если бы он стоял без трансформатора тока Такого бы не было Потому что там стоит шунт На шунте все гасится Параметры съемы там совсем другие Он считает и в ту и в обратную сторону И мы получать ничего не получаем Поэтому Степанов с этими счетчиками не работает Он работает только с Меркурием Или со счетчиком Который подключается к трансформатору тока Что в итоге получается То же самое аналог Меркурия 230 АРТ И тем более у него схема Я как давно еще лет 5-6 Когда он появился На ютубе выкладывали схему патента Степанова Я с ним сильно не вдавался Но я смотрел У него стоит там тиристор И стоит дросселя Соединенные По типу стабилизатора А как я в своих видео недавно говорил Что если поставить дроссель В разрыв допустим фазного провода И будет стоять Стоять минимизатор А у него стоит тиристор А у нас минимизатор Ну в принципе большой разницы нет Зависит на какие режимы стоят То мы на выходе после дросселя Получаем повышенное напряжение То есть всплеск Повышенное напряжение А тиристор он уже коммутирует Включил и выключил Получаем повышенный всплеск То есть таким образом Он как я понял Тиристорным устройством Занижает напряжение Как он там позиционирует у себя на сайте Значит Он Полуволну Восстанавливает До полной волны Грубо говоря Ну Диод у нас обрезает одну волну Вот он тоже обрезает А потом как бы через дроссель Его восстанавливает Это так мудренно Что даже Профессор физики Как он только институт закончил Не знаю Наверное закончил По какой-то специальности Как и я в сельхозакадемии Ну тоже инженер-механик Так вот Он его восстанавливает До нормального состояния Но что он восстанавливает Я так полагаю Что у него тиристор Обрезает синусоиду Как диод В короткоимпульсном режиме А дроссель В короткоимпульсном режиме Поднимает напряжение До номинального состояния То есть до сетевого напряжения Просто-напросто А дроссель у нас С магнитопроводом А магнитопровод Насыщается постепенно То есть у него Импульс Такой короткий импульс Превращается в растянутый импульс Близкий к синусоиду И он на выходе Получает как бы синусоиду Получается такое Вот его вся схема Которая он хвалится Практически полный аналог Наш 100% аналог Нашу минимизатор Только мы Эти дросселя и трансформаторы Не используем Спрашивается нафиг В 10 раз цену накручивать Они получаются Так вещь Довольно дорогая А эффект тот же самый Нафиг как говорится Это делать Надо ближе к потребителю Ну у него такая схема Он до этого додумался Вот Ну особо меня позабавило Конечно его КПД 300% Когда Я тоже такое видео размещал Если там Пошарите нас на канале Когда я подключал К аккумулятору Инвертор К инвертору подключал Электронный Трансформатор И которым заряжал Аккумулятор Он тоже самое Сделал с трехфазным Преобразователем То есть он взял Там 4 аккумулятора Общее напряжение 48 вольт Подключил его К инвертору Который выдает Та выход 220 переменного напряжения К нему же подключил Инвертор Который выдает Постоянное напряжение И опять закольцевал С первым инвертором Меряет каким-то прибором Для солнечной батареи Умного дома И который показывает Увеличение мощности Три раза А я смотрел видео И ухахатался Говорю Ну уважаемый товарищ Степанов А где же ваша полезная нагрузка Включенная к этому инвертору Ее там ни хрена нету Только сам инвертор Который является нагрузкой Это чего же мы получаем Меняем шило на мыло Включаем вход на выход А где полезная работа Где полезная мощность Где наши нагрузки Где наш мотор Где наши Эти Солар-мобили Аккумуляторные Ну бог с ним С нашим уважаемым Степановым На что человек гораздо На то он выдает Как говорится Кто же Пушкин написал Сам обманываться рад Может я тоже обманываюсь В каком-то плане Но я хоть стараюсь докопаться До истины Ну пускай люди работают Они там что-то делают На киловатт На 75 киловатт Видео фотографии там С дросселями и так далее И главное Вот такие большие шкафы У них стоят там С дросселями С огромных батареек Конденсаторов Которые такие же Точно такие же Как и мы используем Только они там используются С разъемчиками такими Втыкаются Ну для удобства А мы Уже с установленными проводами Ну бог с ним Батареек конденсаторов Дроссели И коммутирующие Антиристерные устройства У них больше там ничего нет И вся их система И все сводится на то Что стоит Меркурий Просто на входе Или чистофлоратор тока Или напрямую Вот и все дела Ну мне вспоминается Еще в советские времена Рассказывали Что японцы забрели Какую-то штучку У себя там Которая стоит там 50 центов И чтобы Ну за 50 центов Ее продавать невыгодно Получается И они ее туда Вставили микросхему Какую-то плату сделали Навтыкали микросхему Просто-напросто Перекрутили Сделали прозрачный корпус Чтоб видно Там все наворочено Целый компьютер стоит И стали продавать там За 50 баксов Просто-напросто Который стоит 50 центов Вот и по такой же технологии Наверное Наши уважаемые Степанов Тоже работают Ну ладно Ему удачи Как и нам тоже Если вопросы есть Задавайте А так Помашу ручкой И до новых встреч Если было интересно Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте Заходите на наш сайт Он в описании Под любым видео Там каталог Все вопросы есть Какие задавайте Все что надо Дополнительно сделать Сконструируем по возможности Ну согласно нашей тематике Как говорится Ну и обсудим Какие-то Я прокомментирую Какие-то интересные дела Если у вас есть Со своей научной точки зрения Со своей базой Которой я работаю Близко к этому Так что Пока-пока До новых встреч Так Где бы только нажать Эту кнопку Чтобы все это выключилось Вот в чем проблема Так Слушайте Ну в Бога верим Уже Сколько тысяч лет А никто Ни разу его не видел Ну может только наркоманы Там Или оккурены Мы верим Потому что есть Мгновенная карма Бога не видим А карма есть Значит что-то есть Хоть кто вселенной назвал Хоть кармой кто назвал Степанов тоже Старается То что изобрел Он старается продвигать Ну Критики на то и есть критики Пускай он покритикует Мое устройство Я был бы очень рад Послушать как он Мое устройство покритикует Допустим Но я оцениваю то Что сам делаю Так что Просто я думаю Что у нас с ними Наше устройство С ихним устройством Это практически близнецы-братья Единственное что Он это добился Ну более сложными вещами Согласно его уровню знаний А я добивался Экспериментальным путем Ну Пока Как я всегда говорил Пока не попробуешь Не узнаешь Вот все Так что Верьте друзья мои Как говорится Доверяй Но проверяй Всем пока Так Где выключается Здесь что Ну Вдруг 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 С С Б